Кто-то копит деньги, а кто-то копит долги. Более 8 миллионов рублей задолжали лобницы за услуги ЖКХ. Многие семьи не платят квартплату годами. Сегодня на производстве судебных приставов находится 338 производств. В рейд по злостным неплатильщикам ЖКХ отправилась и наша съемочная группа. Они приходят только к избранным, кто не любит платить по счетам. Напрямую своим клиентам в домофон, как правило, не звонят, чтобы не спугнуть. Предпочтительнее соседям. Прежде чем судебные приставы появляются на пороге квартиры должников, со злостными неплатильщиками решить проблему пытается жилкомсервис. Мы предупреждаем о том, что мы будем отключать горячую воду. Если мы видим, что по истечению трех месяцев должник не вносит ни одного платежа, следовательно, мы готовим документы в суд и даем распоряжение каждому дому управления на отключение горячей воды по данным адресам. После этого мы готовим, естественно, документы в суд. После судебных решений, после вступления их в законную силу, мы передаем их судебным приставам на исполнение. У судебных приставов на исполнение находится 338 производств. В каждом многоэтажном доме есть хотя бы один должник за услуги ЖКХ. Нельзя сказать, что все они не платят, так как нет денег, хотя таких большинство. И все же определенный процент – это тех, кто не имеет привычки платить за квартиру. Коммунальные платежи платите? Плачу. Нерегулярно? Давайте посмотрим квитанции. У вас есть они? Пойдем. Давайте ознакомимся с производством. Платят, но нерегулярно. На этой квартире молодой человек почти не живет, вот и забывает порой оплачивать приходящие ему квитанции. Что ж, судебным приставам ничего не остается, как приступить к аресту имущества. В данный момент будет производиться исполнительное действие – описи ареста имущества. После составления акта описи ареста имущества у вас есть пять дней для того, чтобы погасить остаток долга, предвидеть квитанции, и тогда все будет закрыто, все проектное производство. Из ценных вещей только принтер. На него наложили арест и забрали с собой. Если в течение пяти дней молодой человек не заплатит по счетам, то вещь передадут на реализацию в счет погашения долга. Но и это еще не самое страшное. По всем исполнительным производствам, где должники злостно уклоняются от уплаты коммунальных услуг, в отношении них, в соответствии с законом, выносятся постановление об ограниченной выезде за пределы Российской Федерации. Для того, чтобы это не случилось, и в избежание в дальнейшем этих неприятностей, я предложил бы гражданам нашего города обратиться в службу судебных приставов, узнать о своих долгах, в случае их погасеть, чтобы в дальнейшем, когда они выезжают на отдых, у них не возникали проблемы в аэропорту или, скажем, железнодорожных линиях. В вопросе оплаты коммунальных услуг главенствует солидарность. Каждый, кто прописан в квартире, должен платить наравне с остальными. В семье Платоновых на этой почве возникли недопонимания. За жилье они не платят с 2007 года. Долг перевалил уже за 200 тысяч рублей. На квадратных метрах прописано несколько человек. А вы одна, что ли, платите? Ну, я пока плачу одну. А почему? Где все эти? А вот люди у вас проживают. А не бесплатно жить? Весь долг взвалила на себя эта женщина. Ее дочери отказываются платить коммуналку. Собирает пенсии свою и мужа. И выплачивает частями. Еле сдерживает слезы, когда судебные приставы интересуются, почему дети не помогают, хотя должны не то, что по совести. По закону. Младшей дочери 21 год. Работает. Но, кажется, ей совсем неинтересны эти проблемы. За квартиру платите? Нет. Почему? Пока нет возможности. Вы работаете? Да. Учитесь? Работаю. Только работаете. Почему сложилась такая ситуация, что женщины платят одна? Старшая дочь в этой квартире прописана, но по факту не живет здесь уже 17 лет. Поэтому, по ее словам, платить не собираются. В борьбе с такой логикой главное оружие судебных приставов – закон. Если вы здесь зарегистрированы, вы обязаны платить. На вас завели исполнительное производство. Не хотят – заставят. У судебных приставов есть законы и рычаги давления на злостных неплательщиков. По месту работы обеих дочерей в ближайшее время вышлют постановление, согласно которому с их зарплат будет удерживаться сумма. Она может доходить до 70% от всего заработка в счет погашения долга. Граждане, которые должны оплатить коммунальную услугу по исполнительным документам, должны понять, что пока исполнительный лист находится у нас, долг никуда не денется, и мы все равно этот долг с них взыщем. Судебные приставы разбираются в каждой конкретной ситуации. Порой им приходится выступать в роли психологов. Например, убеждать должников о необходимости найти работу или подработку. Люди реагируют быстрее, когда приставы приступают к описи имущества. Имущество будем описывать ваше. И что, вы его заберете? Имущество на этот раз не заберут. Но если женщина не оплатит квитанции в течение пяти дней, тогда его будут реализовывать в счет погашения долга. А пока пользоваться ценными вещами – холодильником, телевизором, стиральной машиной – можно. Запрещается вредить описанное имущество и продавать. Его как бы оставляют на хранение хозяину. Неуплата задолженности в срок грозит еще и штрафом в размере 7% от суммы долга. Ну что влияет их задолженность? Это, естественно, средства капитального ремонта, которые копятся от населения, которые они платят. Естественно, они становятся меньше. Если бы они оплачивали все эти услуги, то, естественно, и проблем бы меньше возникало. И капремонт, опять же, да, там, вы говорите, трубы, там плохие крыши, кровли. То есть все это бы ремонтировалось, все бы это делалось вовремя. Но так как у нас граждане не платят, то, естественно, возникают такие проблемы. Более 8 миллионов рублей – такова общая задолженность в городе за услуги ЖКХ. Власти и судебные приставы намерены решить данную проблему. Сентябрь объявлен месяцем взыскания долгов за коммуналку. Напомним, что в список злостных неплательщиков попадают те, у кого есть задолженность за три месяца и более. Поэтому вам решать – платить по счетам вовремя и жить спокойно или копить долги. И в один прекрасный день лишиться нажитого непосильным трудом имущества, подпортить репутацию на работе, закрыть окно за границу. Екатерина Клемешева, Алексей Орлов, для программы «Акцент».